Фрагменты из книги «Дорога тысячелетий. Экскурсии по средневековому Крыму». Издательство «Крым. Симферополь. 1966 год». Подвигом Золотой Орды. Татаро-монгольское нашествие и образование Крымского ханства. 13-15 века. В конце первой четверти 13 века в Южно-Русские степи, ранее занятые половцами, вторглись полчища новых кочевников – татаро-монголов. Русские города и княжества не сдержали их натиск, так как феодальная раздробленность ослабила военную мощь Руси. В первую очередь от татарских орд пострадали степняки и половцы. Они были разбиты и бежали к Днепру. В 1223 году ранней весной в город Галич к русскому князю Мстиславу Удалому успешно приехал его свояк половецкий хан Катян со своей дружиной. Он сообщил князю о нападении неизвестных врагов, которые перебили несметное число людей, ограбили кочевья. Пришельцы победили Ясов и Касогов. Хан Катян склонял русского князя к совместной битве против нового сильного врага. Под этим годом, в 1223 году, в Никоновской летописи записано «В том же лете, по грехам нашим придоши, языцы б не зная ими, их же добра никто не весть, кто суть от коли из видоша, и что язык их, и которого племени суть, и что веру их, а зовутся татары». Узнав о поражении половцев, русские князья решили выступить в поход. 31 мая 1223 года произошла свеча зла русских с татарами, но взаимная вражда князей помешала русским войскам одержать победу над пришельцами. Впрочем, этот наскок татар был лишь широкой разведкой, этапом подготовки развернутого наступления на Восточную Европу. После тщательного выяснения дорог, пастбищ, источников питьевой воды для многочисленной конницы, полчища от монгола татар двинулись на захват новых земель и в первую очередь в степи Южной Руси и в Крым. Через своих лазутчиков они узнали о богатом городе Сугдея, ныне Судак, в Крыму, и свой удар направили сюда, не встретя сколько-нибудь серьезного сопротивления. Сугдея – первый из городов Восточной Европы, подвергшийся их нашествию. Захватив добычу пленников, наведя ужас своими зверствами на население полуострова, татары ушли в степи при Черноморье, чтобы потом снова и снова возвращаться с целью грабежа и разорения. Татары ходили разбоевым на Сугдею пять раз в XII веке и XI раз в XIV веке. В XV веке они нападали на нее в 1407 и 1475 годах. В 1237 году после нашествия Батыя на Русь семь монгольских улусов, родов во главе с Беями, ведущих свое происхождение от Чингисхана, отделились от главных монгольских полчищ. Они ушли от берегов захваченной ими Волги и направились в степи Крыма, по пути окончательно разорив половцев. Татары-кочевники не сразу осели в Крыму. Сперва они приходили в благодатный край лишь на зимовку, а весной их кочеви снова переселялись на север. Постепенно семь улус-беев распределили между собой земли Крыма и, возвращаясь на зимовку, строго придерживали своих границ. Со временем они основали на этих землях бейлики, своего рода княжества. Известны имена беев – Ширин, Мансур, Барын, Аргин, Кепчак, Сиджеуд. Позднее из бейликов сложился крымский юрт, расширивший владения за счет новых земель, захваченных у местного оседлого населения. С покоренных жителей полуострова, греков, армян и других, татары брали дань деньгами, продуктами, сельского хозяйства, скотом, ремесленными изделиями. Неимущих обращали в рабов. В восточной части полуострова, на границе степи и предгорья, среди холмов, стоял хорошо защищенный стенами и башнями город Салхат, ныне Старый Крым, построенный задолго до прихода татар и ставший убежищем переселенцев армян, бежавших в Крым из Армении, однобегов, турков, сельджуков, персов и туркмен. Сурбхач. В четырех километрах к юго-западу от Старого Крыма, в заросшем лесом ущелье, расположен у истоков горной реки средневековый армянский монастырь Сурбхач, Святой Крест. Он стоит у дороги, которая ведет к одному из ныне заброшенных перевалов на южный берег, к Судаку. Монастырь был основан в начале XIV века, но настолько хорошо сохранился, что в нем и сегодня находят надежный приют от непогоды пастухи, охотники, туристы. По средневековым источникам Сурбхач находился возле большого, но ныне не существующего населенного пункта Казарат. Монастырь стоял на бойком месте у проезжей торговой дороги и владел большим хозяйством. На склонах ниже монастыря заметны садовые террасы с крепидами и лестницами, разрушенный водопровод из гончарных труб, два красивых фонтана и колодец с родняковой водой. Сам монастырь невелик. Его монахи ютились в тесных и темноватых клетках-кельях П-образного здания, окаймляющего небольшой дворик с северной стороны храма. С другой стороны к нему примыкала большая постройка, остатки которой незначительны. Перед храмом находится парадный двор, на противоположной стороне которого стоит большое здание, появившееся гораздо позднее храма. А храм был построен в 1338 году и переживший ряд перестроек, разрушений и ремонтов. Большая его часть с тремя окнами на запад служила трапезной. В ней есть камин и большая печь для выпечки хлеба с отделением для копчения мяса, рыбы и сушки фруктов. Коптильное отделение по временам, судя по его устройству, вероятно, служило и паровой баней. Второе помещение, дверь которого расположена рядом со входом во двор, имело хозяйственное назначение. Оно сообщалось с трапезной небольшой, но не заложенной дверью. Крутая каменная лестница связывала его с глубоким погребом. Между внешним и внутренними входами во двор имеется узкий коридор, глухая стена которого принадлежит упомянутому зданию с кельями. Вторая имеет дверь в небольшую постройку в два невысоких этажа, где нижний служил для хозяйственных целей, а в верхнем располагались привратник и монастырская стража. Башня над притвором и входом в храм служила одновременно и колокольней и дозорным пунктом. Постройки монастыря разновременны. В их архитектурном облике заметны следы разных строительных периодов, смешения стилей. Можно проследить некоторые вытеснения армяно-малайзийских черт такими элементами позднероманского зодчества, как стрельчатые арки, своды на нервюрах и тому подобное. В монастыре сохранилась средневековая роспись 14-15 веков. Над входом в храм изображение Богоматери с младенцем в окружении ангелов и святых, а в конце алтарной ниши Де Иисус. Изображение Христа в виде царственного владыки, восседающего на троне между Богоматерью и апостолом Петром в окружении символически изображенных четырех евангелистов, мифических учеников Христа, якобы авторов Евангелий. Вся композиция Де Иисуса выражает идею вечного владычества Церкви Небесной во главе с Христом. Изображения евангелистов в виде ангела, орла, льва и быка интересны тем, что в них нашли свое отражение не единственное в христианской иконографии религиозное представление, корни которых уходят в первобытные культы, связанные с обождествлением животных. Сурбхач, в свое время широко известный за пределами полуострова, дает представление о высоком уровне культуры армянской колонии Восточного Крыма. Эта колония нашла себе прочное место между мусульманами, татарами и католиками, генуэзцами. Она сумела стать необходимой тем и другим, оказала сильнейшее влияние на быт и культуру всего населения полуострова. Она уцелела среди бурных событий Средневековья и просуществовала вплоть до конца XVIII века. Салхат В этом многоязычном восточном городе шла обширная торговля со странами Малой Азии, Северной Африки и многими другими. Через Салхат в XIII веке проходил караванный путь от перекопа в генуэзский порт Кафу. Из русских земель купцы везли в Салхат и Кафу драгоценные меха воск, сало, лен, ильяные ткани, изделия из кожи и прочее. Сюда шли караваны с товарами до Валекого Востока. Тюками, шелка, драгоценностями, фарфоровой посудой, благовониями, пряностями. Богатство Салхата и Кафы привлекали внимание татарских беев, возбуждали их халочность. Однако, понимая значение этих городов как постоянного источника наживы, они проявляли известную осторожность, заключая и соблюдая выгодные для себя договоры с генуэзцами. Последние платили татарам большие пошлины, товаров и торговли. Захватив степи Крыма и часть предгорья, татары вскоре заняли все земли вокруг Салхата. Белий, Киширинский, Аргинский, Барынский еще более расширились и разбогатели. Наконец, пробил час и самого Салхата. Он был захвачен и почти разрушен татарами. Однако, вслед за тем, новые хозяева руками невольников заново сложили его стены и башни, построили крепкие ворота. Перед стенами был выкопан широкий и глубокий ров. Внутри города восстанавливались старые и строились новые здания. В 1253 году по приказу хана Батыя в Салхате для него был построен дворец. А в 1265 году сюда переселились из Дабруджи турки, камнерезы и строители, привлеченные возможностью хороших заработков. С 1284 года в городе чеканилась монета Залдардынской ханов. В 1287 году египетский султан Эль-Милик Эль-Мансу, желая продвинуть ислам в гущу татар-язычников, построил Салхате мечеть. Салхате становится средоточием восточной культуры на Крымском полуострове, важным политическим и религиозным центром. Его могущество и богатство было основано на взимании дании со всех покоренных жителей Крыма, сконтролируемых татарами торговых сделок, в которых основную роль играла торговля рабами в Кафе. На крае города, со стороны Феодосии, до сих пор видны остатки каменной стены и глубокого рва, которыми был опоясан город. Неподалеку от центра Старого Крыма на улице Халтурина стоят величавые развалины Большого Медресе Мусульманского Духовного Училища, примыкающие к мечети, построенным ханом узбеком в 1314 году. В те времена здесь находился главный рассадник магометанства среди крымских татар. Воспринятые прежде всего знатью как официальная религия Золотой Орды, оно скоро распространилось и в крымском юрте. В пределах последнего молы священники и дервиши странствующие проповедники ислама, так же как греческое духовенство в Таврике, а итальянское и армянское в Восточном Крыму распространяли феодально-теократические взгляды. Они реально служили крупным и мелким феодалам ханам, беям, мурзам. Ханы не скупились на строительство и украшения мечети, прекрасно понимая, что пропаганда веры в Аллаха является идеологической основой их политического могущества, сильным средством нравственного закабаления верующего народа. Мечеть Узбека характерный памятник культовой архитектуры Крыма и Востока. Хорошо сохранился ее резной портал с пышным растительным орнаментом. Не менее богато украшен лихраб своего рода алтарь, ниша, обращенная на юг в сторону священного города мусульман Мекки. Легкие, изящные, словно невесомые аркады делят внутреннее пространство в мечети, как и в христианской базилике на три отделения. Неподалеку от мечети Узбека находился монетный двор, где впервые начали чеканить монету в 1284 году. На улице Красноармейской находятся руины мечети XIII века, построенные султаном Египта Бейбарсом, уроженцем Крыма. В древности стены были отделаны мраморными плитами, а верхняя часть порфиром. На перекрестке улиц Ленина и Дачной видны развалины мечети Куршун-Джами. Время возведения мечети конец XIV века. В южной части города на углу улиц Партизанской и Речной имеются руины Караван-Царая XIV века. Именно здесь столетиям позже останавливался Афанасий Никитин по пути на родину. Часть фонтанов в городе до сих пор питается средневековыми водопроводами. На улице Почтовой можно увидеть остатки стен и часть алтарного купола небольшой крестьянской церкви памятника до татарского Салхата. Верховная власть над крымским юртом долго принадлежала золотоордынским наместникам. Но уже в конце XIII века бейки стали проявлять непонавновение. Золотая Орда посылала в Крым карательные отряды. Однако в конце XIII века начале XIV века она уже не была стой могущественна. В Орде началось разложение. В главной ее ставке столицы сарай Бату шла борьба за власть ханы менялись часто. Этим и воспользовался племянник золотоордынского хана Менгу Тимур, став основателем политически почти независимого от золотой Орды крымского юрта. Татары в Юго-Западном Крыму В середине XIII века крымские беи главное внимание обращали на более доступную для кочевников восточную часть полуострова с ее богатыми городами, расположенными на основных торговых путях. С начала XIV века татары стали постепенно захватывать земли и юго-западной части Крыма. Своё первое поселение в Юго-Западном Крыму они основали у входа в современную Бахчисарайскую долину. О том, как они его называли сведений нет. Позднее оно было известно под названием Эски-юрт Старое селище в отличие от нового поселения выросшего в самой долине уже в конце XV века. Через Эски-юрт проходил торговый караванный путь с севера на юг от Перекопского перешейка и далее по всему Крыму к древнему городу Херсоново. Взимание пошлин, грабеж купцов, торговля невольниками все это обогащало поселившихся здесь беев. О том, что Эски-юрт являлся в XIV веке крупным поселением татар свидетельствуют обширные кладбища и пышные мавзолеи знати, часть которых сохранилась до наших дней. На каменных изголовьях наиболее старых надгробных памятников можно видеть изображение волочной шапки кочевника. На них еще отсутствуют высеченные из камня челома. Она изображается позже, когда ислам проник в массу язычников татар и стал их религией. Сельское население этих районов занималось хлебопашеством, садоводством, виноградарством, огородничным и отгонным скотоводством. Городище юго-западного Крыма вели торговлю лемесенными изделиями и продуктами сельского хозяйства, укрепляли свою оборону. Поездов на сложившемся традиции, во время татарских набегов, сельское население уходило под защиту крепостей, неприступных не только благодаря боевым стенам, но и по своему умело выбранному местоположению. Скалы с крутыми обрывами, труднопроходимые щели, густые леса, все это являлось препятствием для конных татарских отрядов. Сходу взять эти замки и города им не удавалось. Золотая орда зорко следила за событиями в Крыму, считая его собственностью, а крымских беев своими вассалами. Постепенно у орды созрело намерение полностью подчинить себе полуостров. Все больше и больше татар расселялась в центральную часть Крыма и в юго-западных районах предгорья. В конце 13-го, начале 14-го века золотой ордой правил хан Токты с 1290-го по 1312-е. Его приближенным и доверенным лицом был темник Нагай, 40 лет державший в своих руках все нити политической жизни орды. В 1298-м году Нагай отправил своего внука в Крым для сбора податей, наложенных на местное население и жителей Кафы. Посланец орды прибыл в богатый город. Генуэзцы приняли знатного татарина с почестями, а потом вероломно умертвели. Когда это известие дошло до Нагая, он отправил в Крым карателей. Разгрому подверглась не только его восточная часть провинившейся Кафы, но и ни в чем не повинные города юго-западного Крыма. В 1299-м году посланцы Нагая разгромили эски-кермен и уничтожили значительную часть его населения. При археологических раскопках одного из домов под завалом стен были обнаружены костяки в неестественных позах со следами сабельных ударов на черепах. В этом же году, видимо, был взят татарами и город Кыркьер Чуфуткале. Первые строители этого города крепости хорошо продумали систему его обороны. В южном обрыве скалы имеются потайные вайрота для внезапных вылазов в тыл наступающим врагу. С восточной стороны от обрыва к обрыву город огражден оборонительной стеной и рвом вырубленным в скале. В южном конце этой стены с помощью стенобитных машин была пробита брешь, через которую враги и ворвались в город. Крупное княжество Мангуб, столица которого находилась в труднодоступной части юго-западного предгорье, осталось непокоренным. В восточных районах Крыма и в генуэзской Кафе тоже стало расти татарское население. В Кафе была построена мечеть и специальный рынок для торга невольниками, квадратный двор с высокими стенами и крепкими воротами. В конце 14 века крымский юрт фактически отделился от золотой рды, переживавший период распада и превратился в отдельное государство. Крымское ханство Несмотря на вассальную зависимость крымского юрта от золотой рды, а затем крымского ханства от турецкой империи, это государство оказалось достаточно живучим и просуществовало в течение почти четырех столетий. Ошибкой было бы думать, что оно жило исключительно одним разбоем и торговля невольниками, что, кстати сказать, составляло видную часть дохода не только монголо-татар, но и европейцев, генуэдцев. Накопление внешних причин, которые привели к превращению одного из уделов орды в самостоятельное ханство, совпало с внутренними предпосылками. На первых порах татарские беи богатели в основном за счет торговых пошлин, даний и увеличения своих стад. Они захватывали огромное количество скота во время набегов на Киевщину Подолью и Волынь. Один из современников писал о татарах, что они помимо ухода за скотом делают войлок и прикрывают им дома кибитки. Мужчины делают луки и стрелы, приготовляют стремена и уздечки, делают черно, строят дома, кибитки и повозки, караулят лошадей, доят кобылиц, трясут самые кумы сделают мешки и так далее. Женщины тогда еще свободные от мусульманского затворничества принимали самое деятельное участие в повседневных работах. Женщина правит повозками, ставит в них жилища, снимает их, доит коров, делает масло, приготавливает шкуры, сшивает их ниткой из жил, шьет сандалии и башмаки и другое платье. Из этого перечня занятий видно, что земледелие большой удельный вес в хозяйстве татар. Сеяли они только просо, из которого получали питательный напиток бузу. Из просеной муки пекли репешки. Засеянные участки ненадолго привязывали к себе кочевников. Собрав урожай, они уходили дальше в степь со своими стадами и войлочными домами и кибетками. Скотоводство давало кочевнику его основную пищу мясо, жир, молоко, масло, сыр, а также одежду и все предметы несложного кочевнического быта. Шерсть перерабатывала ткань и войлок. Из кож делали обувь, из овчин шубы и шапки, из тонко выделанных шкур шили без рукавки. Рога шли на различные поделки. Из жил вели веревки, путы для лошадей, с ромятными ремнями скрепляли жерди вылочных юрт, из толстых шерстяных сумки, пояса, ткали, ковры и так далее. С конца 13 века, начало 14 века, кочевники татары начинают постепенно оседать и заимствовать у коренного населения навыки земледелия. Площади пахотных земель непрерывно увеличиваются. И знатных, и простых татар уже не удовлетворяло кочевье. Не только скот, но и сама земская посевная площадь завидной собственностью. Каждый бей стремился охватить как можно больше плодородных земель. Татары все сильнее тяготели к удобству оседлой жизни и к домам вместо юрт и кибеток. Бея и знать, мурзаки стремились к городской жизни. Со временем из среды самих кочевников выделялись купцы, которые строят лавки, склады, городские дома. Не имея традиции своего градостроительства, татарская знать копировала местные постройки, используя, например, при восстановлении салхата мастеров из покоренных ими жителей Крыма. Денежный доход салхатских беев рос за счет многочисленных пошлин, взимаемых с проходящих и своих купцов. Тут и весовая пошлина, и сборы за торговое место, за въезд и выезд из города, за построенную купцом лавку, за место для постройки дома и т.д. С христианского населения города взимались большие налоги за место, где стояла церковь, за службу в церкви, за землю, отведенную под кладбище. Каждый платил налог за воду. Крупными богачами становились ростовщики менялы. Как и всюду в торговых городах в их руках находился обмен монет, ведь в салхат приезжали купцы из разных стран. Однако не только торговая и феодальная знать приобщалась к той более высокой культуре, которой обладало коренной многоэтническое население Крыма. Этот процесс охватывал самые широкие массы вчерашних кочевников. Замоотношения между татарами и коренными жителями Крыма постепенно приобретают нормальный для своего времени характер. На землях, где стали хозяевами феодалы татары, иноязычное иноверческое население греки, армяне и другие, в основном земледельцы и ремесленники по отношению к нему проявлялась широчайшая веротерпимость. Взаимоотношения татар и жители непокоренных ими земель Мангубского княжества стали обычными соседскими отношениями двух феодальных государств, всегда готовых напасть друг на друга, поживиться за счет слабого соседа, но склонных и поторговать в период мирных отношений, возникавших при равновесии сил. Простые же люди, несмотря на то, что феодальные знати духовенства обеих сторон всячески поддерживали и разжигали религиозную и национальную вразду, как видно, тяготели к более мирному взаимному общению. Непреодолимо, хотя и подспудно, с одной стороны шла ассимиляция той части бывших врагов, кочевников, которая плотнее соприкасалась с христианским населением предгорного Крыма, с другой происходило отатаривание христианского населения, оказавшегося внутри будущего Крымского ханства. В золотоордынский период татары Крымского юрта были язычниками, поклонялись солнцу, луне, огню, воде, земле и башкам, сделанным из войлока. Во второй половине 13 века в Крым проникает ислам. Источником пропаганды ислама была сельджукская кония. Вначале эта религия, подобно в свое время христианству в Крыму, распространяется лишь среди знати, а позже проникает и в широкие массы кочевников скотоводов. На шею простого кочевника был надет еще один хамуд, кроме власти Бея, духовная власть Мулы. Кочевникам, требовавшим себе участок завоеванной земли, Коран говорил, не присваивайте имуществ, которыми Бог отличил вас от них перед другими. Этим изречением Корана пользовались и Бея, и мусульманское духовенство. Беднота оставалась в кабальной зависимости у них. Крымский юрт, отделившись от Золотой Орды, долго сохранял все черты монгольского государства. Это особенно сказалось на структуре его армии. В основном она состояла из конницы. Каждый воин по зову Бея должен был явиться на место сбора полностью снаряженным за свой щерб. У воина должны были быть от одной до трех лошадей, одна подсадником, остальные вьючные. Запас продовольствия на три месяца, у монголов на один год запас, запас стрел в колчане, лук, молоток колевала, которому в битве проливались металлические шлемы врагов, железный крючок на палке, чтобы стягивать противников с седла, а также серб для заготовок, сено для лошадей, сыромятные ремни для связывания пленников, путы для лошадей. Кроме того, воин возил с собой котел для варки пищи и баклагу с водой. Войско делилось на десятки, сотни тысяч, несколько тысяч носило неопределенное название Тьма, отсюда и пошло название Темник, то есть предводитель большого войска. Дисциплина была очень строгая, всякое нарушение ее каралось смертной казнью. Одежда татарского воина состояла из куртки, шаровар с поясом, меховой шапки, безрукавки из простеганного войлока, защита от стрел, шерстяных чулок и постолов из сырометной кожи. У беев, возглавлявших надек, имелись дорогостоящие металлические шлемы с золотой насечкой, кольчуги, защищавшие от сабельных ударов и стрел, сабли, ятаганы, кинжалы. Отряды каждого бея имели свой особый родовой знак. На деревянную палку или железную трубу прикреплялось металлическое изображение головы быка, коровы, лошади. Желая показать, что отряд такого бея прибыл, этот знак высоко поднимали над головой. В степи татарская конница определенного построения не придерживалась. Выйдя из Крыма, большая нестроенная масса всадников, вскоре распадалась на мелкие отряды, следовавшие далеко один другого. Приближаясь к чьим либо владениям, все войско стягивалось вперед, выдвигалась особая ударная группа, которая осторожно, скрытно подбиралась к обреченному селу или городу. Затем всадники с гиканьем врывались в поселение, убивали всех, кто встречался на пути и мчались дальше, не трогая имущества жителей. Уже по их следу налетал основной отряд. Перепуганные первыми головорезами жители теряли голову и вместо общей защиты прятались в каждой своем жилище. Тогда и начинался грабеж. Уходя, хищники поджигали дома, а оставшихся в живых людей уводили в плен. Они связывали руки пленников одним длинным сыромятным ремнем, за каждой лошадью шла одна или несколько веренец. В бою воины оберегали друг друга, раненых сажали на запасных лошадей, убитых если была возможность увозили домой. В Крым возвращались выслав вперед разведку, а сзади держа охранение и всадников не обремененных никаким грузом. Назад шли другими дорогами, чтобы не попасть в засаду, которую могли организовать соседи пострадавших. Старая родовая знать беи владели правом суда, взимание податей, предводительство на войне, считая себя происшедшими от белой кости, и только одну войну признавали совместимой с их высоким достоинством. Некоторые беи сами начинали войну и сами изручали мир, не советуясь и не объединяясь с другими. Наиболее сильным во всех отношениях был бей Ширинский. Он имел свое войско и знамя, на котором была изображена его родовая тамга. Владея обширными землями, огромным количеством скота, опираясь на свое войско и родовитость, род Ширинский в крымском юрте в XIII и XIV веках стремился играть первую роль, подчинить своему влиянию остальных беев. Между ними шла борьба политическое соперничество. В конце первой четверти XV века в Золотой Орде три правителя отспаривали власть друг у друга. Один из них, потерпев неудачу, откочевал со своей Ордой в Крым. Это был Даулет Берды из рода Чингизида. С приходом Даулет Берды борьба за крымский юрт обострилась. Из Золотой Орды вторгся и в Крым у Луг Мухаммед, желая отнять юрту Даулет Берды. Но не получил поддержки у крымских беев и власть не захватил. В Литве при дворе короля Витофта жил бежавший от золотардынских интриг внук Токтамыша Хана Хаджи Девлет. Король Витофта, которого были свои интересы в крымских делах, поддерживал стремление Хаджи Девлета и захватить власть. Собрав значительное войско и заручившись поддержкой беев крымского юрта, Хаджи Девлет двинулся на полуостров и разбил улук Мухаммеда в 1428 году. Хаджи Девлет мог уже считать себя счастливым обладателем совершенно независимого крымского престола. Укрепившись в Салхате, он задумал было овладеть юго-западным Крымом и южно-украинскими степлями. Однако ему пришлось позаботиться прежде всего об укреплении своей ханской власти. Своенравные и сильные беи могли сломить его, поддержав притязание на власть одного из его многочисленных взрослых сыновей. Учтя это, Хаджи Девлет решил покинуть недостаточно дружелюбый Салхат, столицу бывшего юрта. Прежде всего, желая выжить генуэзцев из Крыма, лукавый и честолюбивый хан затеял тонкую и хитрую интригу. Мангубскому князю Алексею он обещал всяческую поддержку с тем, чтобы тот присоединил к своим владениям генуэзский порт Чимбалу Балаклаву. В 1433 году порт был взят Алексеем. Генуэзцы бежали в Кафу. Консулу Кафы вызвали войска и под командованием Карла Ламелина армия генуэзцев одержала победу, вернув Чимбала. Консулы Кафы, узнав об интриге хаджи Дилинг Гирей, решили его наказать. Но хан разбил генуэзские войска под Салхатом, набрав много вазов добычи. После этого удара генуэзцы решили переменить тактику и стали одаривать хана. В юго-западной части Крыма Девлет Гирей облюбовал место для своей новой резиденции город-крепость Кыркьер, позже Чуфуткале. Здесь он правоверный мусульманин, построен мечей и ряд красивых каменных зданий. Укрепил стены башни, широко известен овеянный легендами авзолей Джанике Ханум, датированный 1437 годом. Однако история этого памятинга была, видимо, более прозаичной. Если хаджи Девлет внук Токтамыш хана, то дочь последнего Джанике Ханум, похороненная в Чуфуткале в 1437 году, могла быть матерью хаджи Девлета. История правления первого крымского хана из династии Гиреев была богата событиями. Ее пополняли интриги против местного населения Крыма и против генуэзцев, обратные интриги Беев против хана, заговоры сыновей хана против своего отца, дворцовой трагедии. Исследователи называют разные даты прихода к полной власти хаджи Девлет-Гиреев 1427, 1428, 1449 годы. Наиболее же вероятной датой можно считать 1434 год. Именно в этот год хан показал свою силу, разбив 8000-ю армию генуэзцев под Салхатом. Столь громкая победа принесла чисто любимому хану полную власть над Беями. Династия Гиреев просуществовала почти 350 лет. Несомненно, этому помогла вассальная зависимость Крымского ханства от мощной турецкой империи, с которой долго не смогли совладать никакие силы Европы. Лишь в конце XVIII века русские войска сокрушили Крымский форхпост, блистательные порты и ликвидировали этот постоянный очаг агрессии на юге России и Украины. Продолжение следует...